Всем привет, меня зовут Серега Сайбербанана и нас уже 9000 человек! Спасибо каждому, вы красавчики и благодаря вам я достигну своей мечты в 100 тысяч подписчиков! Ну а сегодня я тебе подарю свой читерский четкий конфиг, где ты свое звание будешь поднимать просто вот так по щуточку пальца. Эх, сегодня даже праздничную футболку надел. Ну ты понял, дружище, с тебя лайкусик, подписчик, колокольчик. Начинаем! Как его скачать, как его включить и как его поставить, в итоге я скажу в конце видео. А сейчас давай пройдемся по бедам. Самое первое, это хат, который ты перед собой видишь. Ты посмотри, то есть там радар, он великолепен, видно практически всю карту. Это первое. Второе, ничего тебя не отвлекает, стандартный зеленый режимчик и идеальный прицел. Я перебрал целую кучу всяких прицелов, этот лучший. С ним будешь вырубать очень круто. Следующее, смотри, видишь, время там скоро закончится. Когда ты хочешь просто потренировать смоки, либо раскидки и так далее, ты нажимаешь стрелочку вверх и вниз на клавиатуре. Вниз. Это отключает, чтобы тебе ничего не мешало, чтобы ты мог снять какой-то ролик. А вверх, оно включает конфиг для того, чтобы ты, ну, как я уже сказал, занимался раскидкой. Теперь у нас куча времени. Буква Н, она отрубает всех ботов, чтобы они там не болтались под ногами. Итак, теперь, еще раз, нажмем вниз, нас ничего не отвлекает. И теперь можно в любом месте закупаться. И, кстати, кнопки F5, F6, F7, F8 закупают тебе гранаты. Смотри. Чик купили, чик купили, чик купили и купили. И теперь, допустим, тебе надо сделать какую-то царскую и четкую раскидку. Работает, кстати, в ММ тоже. Опустим куда-нибудь туда. Ты нажимаешь кнопочку Alt, и у тебя прицел. Ты знаешь, так, тебе нужно сравняться с этим и вот с этим. Хлоп. Бросаешь. Понял фишку, да? Потом сразу нажимаешь Alt и отрубаешь. Годнота. Пойдем по биндам на закупку. Кнопка F1 закупает тебе стандартный калаш, броню и прочие гранаты. F2 делает все то же самое, но плюс. Еще и закупает тебе LT. И люди иногда спрашивают, знаешь, а почему ты так резко закупаешься? Как ты сделаешь так быстро? Это бинды. F3 и F4 для тебя, дружище, я оставил как и есть в стандарте. Чтобы ты там купил быстро калаши какой-нибудь, быстро на те деньги, которые есть. Типа какой-нибудь форсик и так далее. F4 это повторная закупка того, что ты покупал в прошлом раунде. Очень удобно, очень комфортно. Итак, поехали дальше. Бинды на гранаты. Допустим, тебе нужно сделать, закинуть сразу флешку и молик. Но не переходить вот так, как обычно нажимаешь четверку. Сначала хае, потом флешка, потом смок, потом молик. Нет, нажимаешь сразу Z, молик, чик, пошел, сразу смок, хоп, сразу флешечка есть. Поехал, понял, да? Флешка и молик сюда, чик. А тебе еще хае, туда надо. И вот так вот. Идеально. Очень быстро работает, круто. Сидишь такой и чувствуешь, что-то подлагивает. И ты нажимаешь кнопочку Ctrl с правой стороны, и тебе сразу вылезает FPS. Ты смотришь, фар вроде на месте, FPS вроде на месте. Значит, ничего, все нормально. Значит, это мне показалось. Че-то меня парит, что-то меня напрягаюсь. Нажимаешь Shift правый. И все, отключается все абсолютно только ты и твой враг. Когда ты один на один. И не важно, сколько у тебя патронов. Не важно, сколько у тебя ХП. Ты должен затащить этот клатч. Бывает работает, кстати, такая штука. Можешь мне не верить, но так оно и есть. Поехали дальше. Бывает то, что некоторые тиммейты слишком назойливо говорят. О, у тебя флешка осталась. О, у тебя смок остался. Или что-то ругаются, когда ты вроде в клатч остался один на один. Все, что нужно сделать, это на нампаде нажимаешь минус. И в чате даже пишется. Звук отключен. Это означает, что ты теперь тиммейтов не слышишь. Но потом, когда ты решил все свои вопросы, нажимаешь плюсик. Чат включен, ты их слышишь, и они спрашивают. А какого хрена ты нас вырубил? А ты говоришь, надо вам было закрыть свой рот. Понял? Рабочая тема. Поехали дальше. А вот это расположение рук и вообще вот это все, что ты сейчас перед собой видишь, я также скину с файла вместе с кфг. Называется видео. Также будешь закидывать туда, куда я покажу чуть позже. Кнопочки влево и вправо на клавиатуре показывают. Ну, это спасибо тебе. Я на будущее говорю, когда ты будешь их юзать, это означает, что ты мой конфиг включил. А второе, это напоминание другим людям, которые находятся у тебя на сервере, о том, что у меня на канале вышло новое видео. И благодаря тебе я наберу долгожданную, ту самую любимую мою циферку. Это 100 тысяч подписчиков. Да, путь будет, ну, относительно тяжелый. Но благодаря тебе мы сделаем это, я верю. Бывает так, что постреляли просто половину карты и уже ничего не видно. И все, что нужно сделать, это нажать боковую кнопку мыши. Хлоп, становится все чистенько. Понял, да? Вторая боковая кнопка мыши, это говорить. Вон, сзади меня, видишь, там, это означает, что я сейчас на сервере что-то говорю. Очень удобно и комфортно. И самое важное, интересная кнопка, которую бывает часто меня спрашивают, а что это такое? В общем, колесико мыши от себя крутишь, и бомба сразу выбрасывается. Обычно это удобно, когда, допустим, ты собираешься куда-то выходить, скидываешь бомбу и начинаешь выходить. Понял? Рьюзы, хорошая штука. Ну что, поехали, теперь покажу, как его установить, куда его установить и как его включить. Погнали. Итак, как же скачать? Заходишь ко мне в группу ВКонтакте, ссылочку ты найдешь в описании. Там нажимаешь, написать сообщение, восклицательный знак и по-английски пишешь KFG. После чего бот тебе скинет конфиг и ты его скачаешь. После того, как ты скачал, заходишь в диск C, Program Files, Steam, User Data. Тут будут цифры, тут будет целая куча, может быть, цифр. Просто найди свой аккаунт. То есть, может быть, играть батя, сестра и так далее на разных аккаунтов. Найди свой. У меня он один, после чего захожу в свои цифры. Дальше, 730, Local, KFG и вот тут конфиги. И просто перетаскиваешь файлы сюда. У меня уже они стоят. Вот, скачал видео, вот, CyberBanana. Дальше что делаем? Закрываем это все. Заходим в Counter-Strike. И тут пишем, Exec, учусь, Exec, Кибербанана. И вот, просто стрелочка вниз, нажимаешь, применить. Заработало все. Нормально. И, кстати, видишь, вот FPS 115 показывает. Чтобы его убрать, смотри, что можешь написать. FPS Max Menu и пишешь 999. У меня многие спрашивали, а как прогружать карты быстрее? Вот, пишешь FPS Max. 50 примерно. Вот так вот. И загружается карта где-то на секунд на 20, на 15. Бывает на 10, в зависимости от того, что у тебя за компьютер, быстрее. После чего, когда уже зашел в игру, нажимаешь, там, допустим, либо ставишь 999, либо ставишь непосредственно любое другое число. Смотри, пиф, пиф, пист. Ой-ой-ой. Ну что, дружище, рассказал тебе о своем конфиге. И на будущее хочу тебе сказать, смотри. Понедельник, среда, пятница. Это видосы. Вторник, четверг. Это стримы. Хочешь со мной поиграть? Залетай вторник, четверг. С 15.00 по МСК. Ну что, я с тобой прощаюсь. Серега, Сабербанана. Ты красавчик. Нас 9000. Давай до сотки догоним. А вот это видео тебе стоит посмотреть. Это годный контент.